всем привет в этом видео расскажу как ускорить ваш компьютер путем добавления ssd началось все с того что относительно недавно поставленный жесткий диск надежный как швейцарские часы фирмы seagate barracuda спустя год крякнул разумеется потянул за собой необратимые последствия гигабайт памятник просто ушел в землю чтобы не наступать на один и те же грабли второй раз решил сразу же взять ssd шку и hdd шку в этом видео покажу как установить в ноутбук два жестких диска подписывайтесь на канал и ставьте лайки это огромная благодарность от вас за проделанную работу первым делом я разобрал ноутбук час на своих экранах вы видите старый жесткий диск seagate он уже мертвый восстановлению не подлежит надо его демонтировать он вкручен четырьмя болтами корпусу ноутбука откручиваем 4 болта на обратной стороне жесткого диска есть пленочка я так понимаю она защищает от пыли грязи возможной деформации если ошибаюсь напишите пожалуйста в комментариях кстати ее можно оставить для нового жесткого диска так как обычно такие пленочки идут в комплекте с ноутбуком оригинальный с другой стороны может быть и не стоит так как на нижней части корпуса ноутбука есть отверстие для вентиляции жесткий диск конечно не критически перегревается но он горячий при работе давайте собственно посмотрим на этот кусок говна мне очень хочется верить в то что мне не повезло и я взял бракованный жесткий диск но в общем служба в один год это ни в какие рамки не входит на сей гейте я поставил крест и больше никогда не возьму данной фирмы жесткий диск изучив вопрос какие жесткие диски чаще всего берут решил взять в движку на 1 терабайт они бывают разного цвета от этого зависит скорость защита и так далее в общем взял классический синего цвета vd blue на момент записи данного ролика уже прошло полгода и как бы не сглазить жесткий диск работает отлично тихо проблем с ним никаких нет могу рекомендовать при покупке жесткого диска обращайте внимание на форм-фактор для ноутбука для компьютера они бывают большего размера и меньшего а также что немаловажно вам нужно знать какие у вас разъемы sata а то ну и так далее следующим шагом так как я хочу установить ssd и hdd потребуется пожертвовать сидеромом на его место станет жесткий диск так как места для жесткого диска обычно в ноутбуках нет максимально в притирочку расположена все платы сидером снимается очень просто откручивается один болтик снимаем крышку сидерома вытаскиваем сам сидером для того чтобы установить жесткий диск на место сидерома необходимо купить карман он имеет форму сидерома в него вставляется жесткач закрепляется болтами подсоединяется в тот же разъем что и сидером здесь также надо знать какой у вас разъем у меня например а то в комплекте с карманом обычно идут болтики ими и зафиксируем жесткий диск обратите внимание что жесткий диск вставляется не на старое место а на место сидерома на hdd у меня будет храниться фотографии видео программы ну и так далее он медленный ну а ssd будет хранить виндук установленные программы игры ну или что там у вас еще благодаря ssd все должно летать и так устанавливаю жесткий диск карман хорошенько проверьте чтобы он соединился с разъемом фиксирую жесткий диск болтиками следующим шагом нужно снять ушко с сидерома и перенести его на карман чтобы в дальнейшем вкрутить в ноутбук все готово можно устанавливать следующее на что хочу обратить ваше внимание так это на крышечку сидерома не на всех карманах отверстия под фиксаторы декоративной крышечки подходят в некоторых случаях придется один из зубьев сломать приклеить крышку на клей дальнейшем когда чистится ноутбук придется отрывать и заново переклеивать мне же повезло крышечка вошла как в сырую землю я балдю бам бам устанавливаю карман на свое место закручиваю один болт перейдем к ssd шки я не гнался за большой памятью фирмой и так далее меня интересовал надежный по средней цене ssd 120 гигабайт вполне хватит на windows программы и некоторые игры все остальное можно будет хранить на hdd-шки ssd-шка фирмы goodram 2.5 форм-фактор сата 3 сразу хочу сказать что после полугоднего теста отлично себя показал до сих пор работает также неплохие из недорогих будут адатовские ни в коем случае не берите кинстоны они часто подделываются они качественно выполненная продукция разумеется выйдет из строя максимально быстро кто не знает ssd-шки если выходят из строя их можно отнести только на мусорник восстановление они не подлежат в отличии от hdd второй можно попытаться вылечить вытянуть какую-то информацию с первым же сожалению такое сделать нельзя и так очень легкий корпус простукивается ну а с другой стороны что-то может быть тяжелого пластиковый корпус плата чтобы установить ssd-шку на свое место необходимо от старого жесткого диска снять боковые рельсы в редких случаях они идут в комплекте с жестким диском готово устанавливаем ssd-шку в разъем материнской платы после чего необходимо зафиксировать ssd-шку четырьмя болтами сверху соединяю шлейф и собираю ноутбук также покажу вам переходничок который я взял как говорится чем черт не шутит попробую восстановить жесткий диск возможно вытяну хоть немножечко информации уж очень много на нем осталось важных для меня файлов цена вопроса данного sata переходничка 700 рублей в целом сколько я не пробовал его восстановить и вытянуть информацию ничего не получилось данный жесткий диск окончательно крякнул и восстановлению не подлежит он долгое время подавал мне знаки притормаживала система выбрасывала в экран смерти это были первые показатели не нужно было оттягивать сразу нужно было вытягивать информацию с него чего я к сожалению не сделал но что ж ноутбук собран теперь необходимо установить windows так как оба жесткие диска совершенно нульцевые кстати если вам нужно будет разбить память на жестких дисках у меня на канале есть отдельное видео устанавливал windows 10 установка была настолько быстро я такого еще не видел привык заниматься установкой полдня все очень долго нудно здесь же ощущение дорогого компьютера да это обманно но скорость реально офигенная в общем все очень быстро установилась заторможение ноутбука при обновлении windows 10 вообще забыл оно само по себе там обновляется я не обращаю внимание и даже не знаю что это такое ну и сама загрузка windows буквально считанные секунды давайте я вам покажу как это выглядит спустя полгода с жестким диском запуск windows происходил примерно минуту я уже не говорю когда система засрана не чистилась не переустанавливалась несколько лет на этом видео подходит концу я всем советую ставить SSD а лучше перестраховываться и ставить еще дополнительно HDD не тратьте свое время и нервы на пустяки получайте кайф если у вас остались какие то вопросы ко мне задавайте в комментариях желаю всем удачи до новых встреч пока пока до новых встреч